Приветствую вас и ваш вопрос, который вы задаёте, лучше так. Я не знаю, как мне быть. И, соответственно, я не знаю, что делать дальше. Что делать дальше, чтобы что, Альбино? Чтобы быть счастливой самой? Чтобы быть счастливой с мужчиной? Чтобы мужчина был счастлив? Что делать, чтобы что вы хотите? Понимаете? Непонятно. Поэтому необходимо чётко сформировать свой запрос. Чего я хочу? Для чего мне это всё нужно? Да? Дальше. Если проблема повторяется какая-то, значит, имеет место быть ваше сценарное поведение. То есть, что это значит? Что это значит? Что у вас есть определённые поведенческие триггеры, определённые поведенческие ключи, которые заставляют вас снова и снова повторять одни и те же ошибки. Например? Ну, например. Да? Какие ошибки мы сейчас с вами поговорим, какие ошибки мы сейчас с вами разберём. Какие именно ошибки имеют место быть. Но, тут важно понять именно вот этот момент, что если, если повторяется что-то, значит это в первую очередь ответственность ваша. И либо вы с этой ответственностью что-то делать будете, либо вы с этой ответственностью ничего не делаете, и тогда проблема, грубо говоря, остаётся. Значит, с гражданским мужем пишите вы, а я почти пять лет, мне двадцать три, ему двадцать семь. Здесь вопрос, значит, вы вместе с человеком пять лет, при том, что вам было восемнадцать лет, когда вы начали с ним встречаться. Как бы вопрос у меня, да, вопрос у меня, он такой, зачем вы, для чего вы так рано вышли, ну или скажем не вышли, да, может вы же семью не создали. Вот, ну просто, для чего так рано решили вступить в отношения в гражданский брак. Это первое. Второе, почему вообще гражданский брак? То есть, почему именно гражданский? Почему не настоящий? Почему не официальный брак? То есть гражданский брак, это по большому счёту иллюзия. То есть вы, как бы, со своим мужчиной, да, друг другу ничего не должны. Вообще ничего не должны. Понимаете? Прямо что вы в гражданском браке находитесь. Вы, по сути, вы чужие люди. Друг другу. Но при этом, появляется моральное обоснование, что-то от него требует. Ну, вас, например. И, соответственно, у меня к вам возникает вопрос. Почему гражданский брак? Да? Это важный момент. Потому что, ну, гражданский брак, это, знаете, как бы, такой компромисс, как бы. То есть, вроде бы я хочу, вроде бы я хочу, значит, ну, замуж. Но мой мужчина, как бы, не готов, да, он не готов к тому, чтобы взять меня в жены. И поэтому, вот, мы нашли такой компромисс. Но какой тогда смысл мужчине, значит, жениться на вас? Если он уже и так все получает от вас. Зачем ему это нужно? Для чего? Какой ему резон? И здесь можно говорить о вашей оценке, или, точнее, о вашей степени оценки себя. То есть о том, насколько вы цените себя, насколько вы любите себя и так далее. Вот. Это важный момент. Если мы хотим, опять же, понять, что вам делать дальше. Вам всего 23 года, а вы почему-то уже в гражданском браке с гражданским мужем и так далее. То есть, здесь, ну, довольно, довольно серьезная спешка наблюдается, на мой взгляд. Вот. Вопрос только в том, зачем. Для чего вы спешите и куда. Да. Далее. Последние полтора года мы ссоримся только по одному поводу. Фир, знакомство, переписки с другими девушками. Здесь, Альбина, вопрос такой. Последние полтора года. Значит, с чего-то это началось. Ну, с чего-то это началось. То есть, у этого есть причины какие-то. Да. Ну, вот. У того, что мужчина переписывается с другими девочками. Вопрос в том, знаете ли вы эту причину. Вопрос в том, отдаете ли вы себе отсчет в том, что именно это за причина такая. Что это за причина, какая она. Почему мужчина общается с другими девочками. С чего он начал общаться с ними. Что его заставило, что его заставляет общаться с ними. Ну. Понимаете? То есть, работать не со следствием, да. А именно с причинами. То есть, полтора года назад. Последние полтора года. Ну, полтора года назад. Вы начали ссориться из-за проблемы. Откуда она взялась? Ну, как мы только решали проблему, пыталась понять. Здесь не очень четко вы выразили свою мысль. Но, как только мы решали проблему. А как вы ее решали? Пыталась понять, чего ему не хватало. Пыталась принять это, как ничего серьезного. А вы поняли, чего ему не хватало? Вы для себя-то сами считаете, что это не серьезно. То, что он общается с другими девочками. Но при этом находится с вами. Если нет, если это серьезно для вас, почему? Вот вы говорите. Я ему доносило сто раз, что... Значит, и он знает, что мне больно и неприятно от этого. Понимает, но все равно. А почему вам больно? Из-за чего? Из-за чего вам больно? Понимаете, в чем дело? Вот вам больно? Вы не уверены в себе? Своей неуверенностью в себе вы, мужчину, стимулируете к тому, чтобы он флиртовал с другими девушками? Тем самым доказывает себе, что вы, что вы правы. В том, что вы недостойны, например, отношения. Вот. А доверие у меня пропало. Почему? Почему пропало доверие? Потому что вы перекладывали на мужчину ответственность свою. За себя. В чем ответственность вы перекладывали на него? За себя. Все это время постоянно мониторю переписки, звонки. Зачем? Мне это не нравится. Почему? Хочу быть уверена в нем и в завтрашнем дне. А в себе вы уверены? Почему вы от него зависимы? Почему ваш завтрашний день зависит от него, от мужчины, а не от вас самой? На этот раз уже зашло дальше. Я уехал на неделю, вернулась, увидела переписку, с кем обещал больше не общаться. А какое вы имеете право Альбина требовать от мужчины, чтобы он с кем-то не общался? Особенно если он не ваш муж до сих пор. Вытянуло у него признание, он был у него в гостях, пока мужа не было. Зачем вы вытягивали у него признание? Для чего? Значит, ну далее он говорит, что не было интима, просто она пригласила, просто разговаривали. Почему вы не поверили мужу? Или, ну да, мужу, гражданскому мужу, хотя это не муж, это просто ваш парень, с которым вы встречаетесь. Так, значит, я собрала вещи некоторые и сказал, что мне надоели обещания, что он не может решить, что для него важнее флирт или стабильное отношение. А вы-то для себя решили, что, что-то. Понимаете, мужчина, он решил, что флирт ему на сегодняшний день важнее, это как бы видно. У мужчины есть какие-то потребности, которые не очень понятно, удовлетворили ли вы или нет, знаете ли вы о них или нет. Вы, мужчину, ставите перед выбором, но выбор ваш. Понимаете? Вы на мужчину пытаетесь накладывать ответственность за себя. Вот. Значит, эм, так, тогда он понял, что я не шучу, что я решил для себя больше не терпеть этого обращения ко мне унизительного. Хорошо. Допустим, это правильная позиция, допустим, вы решили, вы сделали выбор свой, что ваш мужчина не достоин доверия, да? Он ревёт и говорит, что никогда больше так не поступит со мной, говорит, что только я важна для него и что это ошибка и т.д. Ну, альбина, понимаете, это слова, слова мужчины о том, что это ошибка и что так больше не будет, что это не повторится и т.д. На самом деле, именно то, что человек винит себя, именно то, что человек обвиняет себя, именно то, что человек ревёт, говорит о том, что это, скорее всего, повторится. Потому что очень похоже на то, очень похоже на то, что мужчина провоцирует такие вот, эм, ну, ситуации для того, чтобы, ну, либо вы ему внимание, на него внимание обращали, либо, чтобы он сам, ну, я не знаю, чувствовал себя, может быть, эм, там, живым каким-то, да, и т.д. То есть, тут, конечно, не очень понятна ситуация вся, вот, в целом. Но, эм, что нужно понять, да, это то, что слова мужчины, слова, именно слова, это просто слова. То есть, за ними, за словами не стоит в данном случае абсолютно никаких действий. И вот это куда более серьёзно, это куда более проблемно. Потому что, если за словами мужчины не стоит каких-либо действий, если за словами мужчины не стоит каких-либо решений, то это повторится вновь. Поэтому, если он ревёт, то пусть ревёт, но пока он не обсуждает с вами проблему, ситуация, эм, будет повторяться. Потому что, собственно говоря, пока, как бы, потребности-то мужчины, они ведь не деваются никуда, они как были, они так и остаются, потребности мужчины. Вот. И поэтому, либо он разговаривает конкретно, то есть, говорит, что ему нужно, то есть, говорит, например, что вот, я там это делал, потому что мне там не хватает, да, там, того-то, 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 того-то. Вот. Вот. Либо он, эм, говорит это, либо ему верить, ему нет смысла, потому что, э, проблемы не решают. Вот вам, э, именно так следует поступать. Вот, ревёт, хорошо. Хорошо. Говорит, что это ошибка. Хорошо. Пусть скажет, а чем эта ошибка была вызвана? Почему она стала возможной? Из-за чего она стала возможной? Ошибка. Если скажете, если вы подкорректируете свою линию поведения, то, да, ситуацию можно тогда будет исправить. Да, тогда можно будет что-то сделать. Да, тогда можно будет, э, что-то поменять. Да. Тогда действительно можно будет надеяться и говорить о том, что мужчина что-то для себя, э, там, изменил, изменил, что-то понял. Да. Можно будет. Но только в этом случае, только в этом случае, никак иначе, понимаете, по-другому это не работает. По-другому не получится. И если вы не хотите, чтобы вам изменяли, действительно, если вы не, ну, как бы это сказать, если вы не, э, не провоцируете подсознательно мужчину на то, чтобы вам изменяли, то вы поведете себя здесь, как гротовый человек. Так. То есть, э, попробуйте решить именно проблему. Именно проблему. не, э, не будете добиваться, э, каких-то признаний, там, слов, и так далее, и так далее. Да. А именно, вот, э, именно, э, как взрослый человек будете себя вести. Ну. Вот так, я думаю, можно вам ответить на ваш, э, вопрос. А, я надеюсь, что, надеюсь, что он помог вам. А, если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. А, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. А, желаю вам всего самого доброго и успешного разрешения данной ситуации. Спасибо! Спасибо! Продолжение следует...